Национальная библиотека Чувашской Республики пополнилась новыми изданиями Александра Чила, члена Союза писателей Чуваши и победителя Всероссийского конкурса самодеятельных поэтов. Александр инварит по зрению, но это нисколько не мешает ему творить и издавать свои книги. Сегодня он презентовал два новых сборника. Жил был слепой, в его глазах зиял кошмар ночной. Вначале часто снилось нах прозрение, свет дневной. Пытался складно говорить, при этом рифмовать. Желание укрепляя жить, чтоб выжив рассказать. Готов рассказывать он был все сутки напролет. Такая любовь к поэзии у Александра проснулась в годах в 2000-х. Он записывал радиоэфиры с Евгением Евтушенко и пытался подражать манере его чтения. После решил разучивать по одному стихотворению каждого поэта. А через некоторое время обнаружил, что знает наизусть около 900 стихов. Но этого было мало, и Александр начал писать сам. Желаю успехов и новых-новых книг. Новых книг. Большое спасибо. Это ведь удивительно, друзья. Удивительно. Человек, ну, сам не видится, и несмотря на это, творит, работает, работает, пишет. Поэзия Александра Чилы стала его жизненным тонусом, постоянным увлечением. На творческой презентации были представлены два сборника, выпущенных летом этого года. «Я вызов» и «С любовью от счастливого деда». Они подчеркивают многогранный характер писателя. «В первую очередь, наверное, с любовью от счастливого деда. Он же безумно любит внучку. Это все для него, это все в жизни. Никого больше. Там дочка, дочка уже взрослая, и как-то все. Внучка для него – это все в жизни. И вот он хочет, может, что у него не существовало, не осуществилось, а осуществить хочет. Может быть, даже больше что-то хочет для нее. Он пытается это говорить, а понимает она или нет, я думаю, что она понимает. Ну, время покажет. А другая книга «Я вызов» – это, наверное, его боль. Его вот такое отношение, что в жизни происходит, что с ним происходит. Он ведь очень сложный человек, тем более в таком состоянии. Несмотря на некоторые трудности в жизни автора, он всегда стремится покорять новые вершины. У него уже есть свое спортивное достижение – 288 отжиманий от пола. Сейчас готовится побить рекорд Гиннесса. Читать стихи 10 часов подряд. Все говорит о том, что оптимизм Александра не угасает. Дай мне время, дай мне крылья, разум ясно сохрани. Дай мне, Боже, мало силы, руку Божью протяни. От ошибок, от напастей, ты меня убереги. Меньше горя, больше счастья. Дай всем близким помоги. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.